Сколько времени проходит от съемки материала на месте событий до выхода его в эфир? Как выглядит новостайна студии и как работают выпуски новостей? Эти и другие каверзные вопросы задали юные журналисты из театра киностудии «Чердак». Они побывали с экскурсией на телеканале ЛРТ. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий и сегодня мы в гостях у телеканала ЛРТ. Совершенно верно. В гостях у телеканала ЛРТ маленькие журналисты, ученики телешколы при театре киностудии «Чердак». Экскурсию по отделам телеканала для них провела шеф-редактор Наталья Григорьева. Многие ребята и школы к нам приходят, чтобы, наверное, узнать что-то интересное о том, как работает телевидение, о том, как выходит прямой эфир, как создаются сюжеты, как они монтируются. То, что начинающие журналисты пришли подготовленными и заинтересованными, приятно удивило редакцию телеканала. В свои 10-15 лет юные корреспонденты уже сталкивались с полевой работой. Я один раз, когда был праздник посвящения в Чердачата, в общем, я брал интервью у простых людей, которые туда пришли. Тем не менее, шеф-редактору телеканала было чем удивить детей. Неподельный восторг вызвала дикторская комната, в которой корреспонденты записывают закадровый текст сюжетов. Никто из ребят не ушел, не проверив, действительно ли в ней мягкие стены. Другое магическое помещение на экскурсионном маршруте – новостная студия. В ней каждый из учеников побывал на месте ведущего новостей. Во-первых, я никогда не видел Хромакея. Я видел его, но не вживую. То есть, вот, постоял там, увидел, что я стоял там в зале, где здесь репортажи ведут. Постоять в студии, увидеть себя в кадре, почитать текст телесуфлера – все это еще на шаг приблизило ребят к освоению профессии тележурналиста. Они увидели со стороны, ну, внутренний процесс, да, который происходит на телевидении, как это все делается. Потому что одно дело рассказывать теорию, да, давать теорию, какое-то знание, а одно дело самим попробовать. Кружки по тележурналистике стали трендом дополнительного образования. Они помогают детям налаживать коммуникацию с окружающими, бороться с робостью, повышают самооценку. Я приобрела смелость, то есть я уже не боюсь камер, как боялась раньше, и научилась доверять тем людям, с которыми я работаю. Другое важное качество журналиста – креативное мышление. Как говорят сами подопечные телешколы, театр, киностудии «Чердак», после экскурсии у них появилось много творческих идей и большие планы на будущее. Александра Томей, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.